Депутаты городского совета ушли на каникулы без председателя. Избрание нового руководителя представительного органа местного самоуправления было запланировано на внеочередную сессию 23 июня. Голосование депутатов не состоялось, поскольку двое из них покинули зал заседаний. Кворум не набрался. За исключением этого вопроса на сессии были рассмотрены другие, решения по которым удалось принять. Вопрос о выборах нового председателя городского совета в повестке последний. После рассмотрения семи вопросов депутаты удаляются на перерыв, затем ещё на один. Пришли не все депутаты, но кворум в 10 человек не собрался и после нескольких перерывов. Татьяна Орлова и Василий Карипанов не явились на заседании. Выборы нового председателя городского совета перенесли до следующей внеочередной сессии. По остальным вопросам приняты положительные решения, в частности, изменения в бюджет. Расходная и доходная части городской казны увеличились на 123 миллиона 91 тысячи рублей. Это безвозмездные поступления в виде субсидий от бюджета Ненецкого округа. Средства будут направлены на содержание и ремонт дорог, снос 13 расселённых домов, реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Более половины выделенной суммы пойдёт на благоустройство и подготовку к зиме. Почти 44 миллиона будут израсходованы на подготовку города к осенне-зимнему периоду, так называемое ОЗП. 28 миллионов с небольшим выделено на реализацию мероприятий по работе с отходами, твёрдыми коммунальными отходами. То есть будут приобретаться загубленные контейнеры, чтобы наш город красиво выглядел, чтобы это было эстетично, и бункеровозы. После утверждения поправок в бюджет депутат Анна Булатова попросила рассмотреть возможность выделить средства на ремонт 12 муниципальных квартир. Уже несколько лет они простаивают без жильцов, при том, что очередь на социальное жильё растёт с каждым годом. У нас очередь по коммерческому найму более 120 человек. Это и двухкомнатные квартиры здесь, это и трёхкомнатные, это однокомнатные квартиры. Где-то необходим ремонт проводки, где-то необходим ремонт полов или системы отопления. Этот вопрос запланировали вынести на сессию в сентябре. Также депутаты проголосовали за установку в Наринмаре памятника труженикам Печорского лесозавода по улице Юбилейная. Скульптура сегодня изготавливается в Смоленской области и будет привезена и установлена не позднее 15 октября 2017 года. Такие сроки были установлены в договоре с автором памятника Игорем Чумаковым. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал Север.